Современная молодежь Но что вы нам споете? А что надо? Вы что, из Якутии или прямо из тундры? Я из Ильцовки А это Сибирь Что-то что-нибудь сибирское Частушки, прибаутки Или... Вы знаете, есть такие песни Ну... Такие песни А, это, наверное... Фирский нож собачья Отлично! Это трежер ли шансов Пойдемте, Владимир Иванович, нам подыграет на большой специалист по фольклору Дорогие друзья Сегодня у нас в гостях Замечательный человек Заслуженный деятель Искусств России, народный артист России Евгений Иванович Ташков Евгений Иванович, здравствуйте Мы очень рады вас видеть Евгений Иванович, вот В жизни Бывает так, что Встречаются замечательные примеры И вот эти примеры, они формируют и Жизнь самого человека И просто удивляют Вот, может быть, в вашей жизни было что-то О чем бы... Чем бы вы хотели поделиться с нами Вот и со зрителями? Да вообще-то Как-то я не вписываюсь в эту ситуацию Значит, относительно каких-то известных людей Я из деревни просто, да У меня было там село Быково-Хутора Да Это 130 километров от Сталинграда Это Волгоград теперешний, да И я в колхозе Я зарабатывал, мне было 14, там, сколько там 15 лет мне было, да 16 лет мне было, да Я зарабатывал полторы мужских нормы Там Значит, это нужно Из воза, арма такая Бросать туда на, значит, сено Там, шкирну там делали, да Или сток Вот так, 49 Значит, за день это полторы нормы мужских Вот я выбрасывал туда это А когда я кончил, значит, эту историю, да Осенью пришла, значит, мама получать Что я заработал Я смотрю Она дает мне Три килограмма пшена Я просто Что такое Я работал вообще полторы смены Мужских Все лето И три килограмма пшена Это просто ужасно Просто это все Ну А что делать Такая была жизнь В эти годы Ташков жил вместе с матерью Отца к тому времени Давно репрессировали Годы были военные Голодные Однажды мать отправила его В райцентр Обменять какие-то вещи На продукты Была зима Парень отправился В путь Через лес На обратном пути Сильные морозы И метель Заставили Измученного паренька Остановиться И отдохнуть Постепенно От переохлаждения Он начал засыпать На некоторое время Сознание прояснилось И Женя вдруг Почувствовал Что Находится Под толстым слоем Снега Только Каким-то чудом Парень добрался домой Вот Умирал какой-то Ну Отец Да Дети остались одни Значит С мамой Да И кто-то Ночью Тайно Подбрасывал Мешок Пшеницы Через забор Да Или кто-то Привяжется Какую-то Телку Значит Да Ну это Будущая корова Да Чтобы никто Не знал Кто это сделал Говорит А почему Потому что Если кто-то Узнает Что он Это сделал Что он Это подарил Он тогда Начинает Гордиться Что вот он Подарил Он Это Нет Никто не знает Кто это сделал Да А если Сгорел дом Они всем миром За неделю Ставят этот дом Опять же Никто не знает Всем миром Ставят Когда Ташков Учился В десятом Классе К ним В село Приехала Актриса Александрийского Театра У нее была Странная фамилия Мальвини Судя по этой фамилии Ее предки Были выходцы Из Италии Она приехала Из блокадного Ленинграда Похоронив Мужа В это время Множество людей Умирало Там от голода Мальвини Организовала В селе Драмкружок Пригласив Туда молодых Ребят В том числе И Ташкова Что это Судьба Или случай Возможно Не будь Мальвини И не было бы Потом Известного Кинорежиссера Фильмы которого Полюбит Вся страна И потом Когда мне Исполнилось 17 лет Она написала Мне какое-то Письмо Подарок Какой-то Сделала Да Я сказала Женя Твой путь Искусство Поверь мне Тогда как Я как-то К этому Не придал Этому значения Потому что У нас В деревне К этому Какое-то Неудобное Какое-то Не знаю Что такое И мы поехали Втроем Все В железнодорожный институт В Ростов Я там Проучился Полгода Понял Что это Совершенно Не мое дело Просто Стал умирать Просто В душе Я не могу жить Что такое И приехала К нам Значит Мама И стала Смотреть на меня Что такое Со мной происходит Да А вроде Ничего Нормально Такое Нормально Какое-то Да Она Посмотрела Смотрела Говорит Женя Что с тобой Я так разрыдался Мама Мама Господи Володя Мама Володенька Мама Володенька Что ж ты делаешь Позоришь меня Перед людьми И себя Ты сранишь Мама Володя Мама 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 Останови Что ты Собирайся Хватит Отучился Поедем домой Шут с ним С учением С этим дурацким Чем так Горе-то мыкать Поехали Что стал Поехали Ну Я стал сдавать экзамены Значит Там Повыше Математики Значит Там получил Пятерку 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 Потом Это Мне не выпустят Отсюда Тогда И По Супромату Я Не пошел И получил Двойку Хотя бы За это Ну Вот И Одна была Какая-то У нас Была В школе Какая-то Девушка Которая Она хотела Уехать В Москву Поспать В университет Я говорю Ты Пойди Где там Где там Преподают Что-то на актерах Учатся Да Она приезжает Говорит Вот знаешь В ГИТЕСе Ничего не Там нет Только Свои Московские Да А вот Во ВГИКе Говорит Какие-то Преподают Я говорю А кто такой ВГИК Что-то Какая-то Лошадиная Какая-то ВГИК ГИК Она говорит Ну там тоже Актер Преподают Я говорю Ну ладно Какая разница Вообще-то Я был в это время В общем-то Авантюристом Конечно Вы знаете Да Там была такая История Я получил Какие-то Зарплаты Какой-то Студенческие Какие-то Деньги И пошел на рынок И там какие-то Знаете Вот так вот Попадают Какие-то Да Я попал И проиграл И все деньги У меня Там остались Совершенно без денег Он отправился Поступать в Москву Из далекого села Быково хутора Этот путь Был не только труден Но и опасен Только что Закончилась война Москва была Тогда закрытым городом По вагонам Ходили военные И проверяли документы За безбилетный проезд Его могли просто посадить А у меня было письмо Рекомендация От того Значит Преподавателя физкультуры Который был Во время войны Ранен был У него такая Рука не очень поднималась И он еще занимался Физкультурой У нас Ему там 22 года Парня Он написал письмо Своей тетке Тетке Странная какая-то история Он видел Когда его Крестили В детстве Да И он ее не видел Больше этого Никогда И он ей пишет Значит Что вот Светлый приедет И так далее Какой-то такой Пусть он у тебя побудет Его встретили Чужие люди Потом это вошло В сценарий фильма Приходите завтра Что это? Ой Как это К вам Не достучись А зачем же стучать? Там Звонок есть Верно А я ведь не знала Не видала Ну и что? Я к вам Да Да Так ведь здесь Наверное живет этот Как его Как его Сейчас Дом 23 Квартира 8 А вот Как зовут Фамилия Забыла Ну Я был Я был Пошел на первый Пошел на первый тур Ну вот Завтра он уедет от нас Да Потом я Прихожу Говорит Ну что? Я говорю Прошел первый тур Странно Странно Стали говорить А вот Знаешь что такое Станиславский Я говорю Не знаю что такое Ну Как твои дела Станиславский 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 Умер В 1938 году И не знать И не знать этого Просто Неприлично Потом Когда я прошел Третий тур У них Изумления Не было границ Просто Кто ж такое